приветствую вас друзья на канале сибирячка готовит с вами елена готовим сегодня идеальные блины на скорую руку простой рецепт подходит для фарширования блинов посмотрите какие они получаются тоненькие мягкие я хочу чтобы вы обязательно приготовили по моему рецепту смотрим видео и подписываемся в миску разбиваю яйца добавляю сахар соль она нам понадобится для того чтобы тесто лучше и качественно вырабатывала клейковину все точные пропорции смотрим под видео высыпаю муку в нее добавляю соду и сюда же выливаю кефир я взяла домашний можно магазинный перемешиваю смотрите как все просто так смотрите какое получилось однородное тесто без комочков и сейчас мы должны обязательно промешать по краю формы дно чтобы у нас не было залежей муки что потом у нас вдруг эти комочки не вылезли как следует перемешиваю прохожусь и добавляем молоко смотрите мои хорошие тесто у меня готово так просто безо всяких хитростей все вам показала вот так вот оно выглядит однородное без комочков убираю его пока в сторонку на 30 минут пусть оно постоит отдохнет смотрите друзья как у меня получилось тесто сразу хочу сказать что может пойти чуть больше молока это зависит от размера яйца а также от качества муки вот мы смотрим вот такой вот тянущиеся тесто у нас получилось одно отлично настоялось ровно 30 минут наливаю растительное масло и все как следует перемешиваю перед самым выпеканием и перед тем как буду выливать тесто на сковородку буду каждый раз перемешивать чтобы масло так не получил чтобы оно только сверху плавало перехожу к сковороде очень важно хорошо прогреть сковородку прям чтобы она вот кипяток была выпекать блины нужно на температуре чуть выше средней чтобы они не сохли не превращались в картон поэтому температура должна быть чуть чуть выше средней смазываю обильно сковородочку для первого блина впоследствии я больше смазывать сковороду не буду только пить для первого блина так чтобы он у нас хорошо получился чтобы сковородочка у нас была подготовлена жду пока масло прогреется если вы впервые готовите блины и не знаете как проверить сковородку на готовность я вот так вот подношу руку и если такое равномерное горячее тепло идет значит сковородочка у меня готова перемешиваю тесто беру нужное мне количество вот у меня сковородка в диаметре 24 сантиметра вот такое количество примерно пойдет и наливаю готовность блинов определяем по загорелым краям как только они так немножко подрумянится значит блин пора переворачивать смотрим обратите внимание края у меня подрумянились беру лопатку и переворачиваю блин смотрите как все просто с обратной стороны блин готовится гораздо быстрее буквально одну полторы минуты поэтому друзья не прозевайте а такая небольшая должна быть обжарка чтобы блинчики оставались мягкие но если вы конечно любите такие блины чтобы они были хрустящими то можно их и подольше подержать готов беру тарелочку выкладываю вот такой посмотрите какой он получился мягкий смазываю сливочным маслом придам ему вкус сливочный последующие блины буду выпекать без добавления растительного масла как говорится поехали края у меня подзолотились переворачиваю и обжариваю с обратной стороны мои хорошие старым подписчикам респект о новом вдвойне я хочу чтобы вы на масленицу приготовили мои блины которые всегда актуальны каждый год каждый даже через пять лет через десять лет мы будем все равно печь блины по моему рецепту до новых встреч пока пока поддержите меня лайков до новых встреч пока